Вектор информационной активности вообще при освещении кампании по выборам президента Российской Федерации внятно сместился в сторону регионов. Это логично, тема-то всенародная. По городам и весям покатились кандидаты. Страницы и экраны региональных изданий пестрят комментариями, аналитикой, мнениями, рейтингами. Так в очередном номере магнитогорского металла на целой полосе опубликованы выдержки из предвыборных программ всех кандидатов. Другой вопрос, что ситуация меняется стремительно, вот и из самого свеже опубликованного списка нужно вычеркивать некоторые фамилии. Мы решили не отставать от тренда. В нашей новой рубрике «Про выбор» мы будем рассказывать о самых свежих сводках с предвыборного фронта. 31 января 18.00 по московскому времени был последний срок предоставления подписных листов кандидатов, которые выдвигались в порядке самовыдвижения, либо от непарламентских партий. В течение 10 дней ЦИК РФ принят решение, кто из кандидатов пройдет процедуру регистрации, а у кого могут забарковать подписные листы, и кандидат не будет зарегистрирован. Располагаться они будут в алфавитном порядке, всего их 8, но некоторые, в силу неизвестных нам причин, отвели себе роль статистов, никак не проявляющих себя ни на экранах или страницах, ни на встречах с избирателями. Так что в качестве реальных претендентов на высший государственный пост можно с некоторыми оговорками рассматривать гораздо меньшее число персон. Они-то и делают информационную картинку, озвучивая на встречах официальные заявления, в которых можно проследить и основные пункты предвыборных платформ. Так, на этой неделе Владимир Жириновский на одном из саммитов выступил за резкое ужесточение миграционной политики, приведя в пример плачевное положение с псевдобеженцами в Европе. Павел Грудиный, в свою очередь, призвал национализировать базовые отрасли экономики, вкладывая туда государственные деньги. Эти инвестиции, по мнению директора совхоза, должны будут обеспечить техническое обновление таких отраслей, как нефтегазовое и горнорудное, тяжелые промышленности, станкостроение, связь и транспорт. Ксения Собчак стойко держит удары многочисленных критиков, основные позиции своей программы обозначила в сфере геополитики, предлагая провести в Крыму повторный референдум. Максим Сурайкин, представляющий интересы партии «Коммунисты России», предлагает нанести 10 сталинских ударов по капитализму, которые спровоцируют весь комплекс мер возрождения социалистической экономики. Так, по первоисточнику. Борис Титов, а это уже партия РОС, старатует за снижение страховых вносов для бизнеса до 15% и увеличение налога на доходы физических лиц до 25%. Это будет касаться тех, чья зарплата составляет миллионы больше рублей в месяц. Не менее чем Жириновский, стабилен и Григорий Явлинский. Постоянный участник выборных президентских кампаний, Григорий Алексеевич в случае прихода на высший пост предлагает открывать накопительные счета для граждан, куда будут поступать деньги от продажи страной природных ресурсов. Имеющий статус самовыдвиженца, действующий президент страны Владимир Путин не прерывал свой рабочий график и воздерживался от популистских заявлений, предпочитая реализацию конкретных проектов, самый свежий из которых – ежемесячные выплаты по рождению первого ребенка. Цели полагания во внешней политике «Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений», заявил Владимир Путин. Как видим, совершенно разные, порой полярно противоположные политические платформы и предвыборные обещания. Систематизированные и обобщенные, они вполне могут составить, как это модно сейчас называть, дорожную карту, по какому пути двинется страна уже 19 марта, в случае, если выборы уложатся в один тур. И вот так про выбор будет графически выглядеть название нашей рубрики. Да, мы будем рассказывать про выборы, но латиница вот здесь не случайно. Это слово в переводе на русский означает «за». Мы не будем агитировать за кандидата, мы будем агитировать за выбор. Скажу больше, телекомпания ТВ не просто приглашает к политическому диалогу и даже спору, в них в спорах рождается истина. Мы инициируем этот диалог и готовы предоставить информационную площадку представителям всех политических сил и партий, участвующих в гонке. Мы категорически против фразы «все уже решено». Мы за выбор. Представители предвыборных штабов в Магнитогорске, откликнитесь, телефон редакции 355 500.